добрый день всем я тут цветник стал показывать в начале каждого почти сюжета на этот раз с умыслом особенным потому что когда я вот ходил по силу в гагаузской автономии то у каждого дома видел цвет цветы там я не знаю вот в родном соль элецки раньше я не замечал чтобы люди цветы сажали вот и откуда по ветре вот в прошлом году я ходил специально цветы снимал вроде мужикам не пристала цветам радоваться но как это прекрасному то не радуется дети говорят цветы жизни на эти цветы смотрят на цветы жизни люди радуются девушки это тоже как цветы тоже на них смотрят а почему мужикам нельзя смотреть просто на цветы и радоваться поэтому я там сюжет делал а потом прошлом году радовался что на родине у меня тоже стали вот у меня одного брата на непокойную к сожалению жена вдова может сказать да она там во дворе раньше сажала кое-что из овощей а потом как-то слышал и от него вот если бы говорит мы я бы могла весь двор цветами засадила вот это вот стремление скажем к прекрасному оно свойственно многим людям и у нас вот в городе даже вот теле телевизионная компания объявила среди жителей конкурс на самый лучший там подъезд где цветы посажены от цветов снова вернемся как гагаузии к их народу вот у нас принято считать что люди иногда как-то они ну не совсем приветливый потому что у них дескать материальное положение не располагает к радости ну вот взять гагаузский народ я во многих селах побывал очень тепло принимали обязательно какое-то угощение там у них принято и с какого года с 11 что ли года по 21 10 лет и в течение этих 10 лет даже однажды дважды побывал и как-то приехал и продолжительное время жил потому что у педагога там заслуженного или яковлевича орелого ожидался день рождения и лин день я вот ночевал тогда кажется у примара села олега федоровича горизонт замечательного человека услышал звон колоколов помчался в церковь стеснялся видео снимать потому что как люди отреагируют я не знаю но очень люди приветливые теплые и чувствует они кровное родство какой бы то религии не был они вот любят говорить что вот у них там два крыла это первое одно крыло это вера с которой они связаны с православным миром а другая другое крыло это язык их с которым они связаны с тюркским миром и вот гуляя по силу и обратил внимание что у подавляющего большинства домов такие цветники люди ухаживают бережно за ними потом они кроме этого хотел сказать трудится не покладая рук тот же илья яковлевич орелого педагог например он дома козы карцуни вода да он даже козье молоко из холодильника пьет я поражаюсь как он в жару берет холодное ледяное молоко прям где пьет и ничего он уже так кажется у него восьмой десятки с не ошибаюсь да и дай бог ему здоровья потом кур держит за ними ухаживает несмотря на возраст школу ходит преподает и он очень такой человек коммуникабельный и в селе его многие знают и многие учились у него и все как-то с тепло к нему относится потому что у кого-то в семье кого-то учил и в общем то человек такой трудолюбивый и приветливый мир узнает во всем умеет как-то завязать теплые дружеские отношения с любым человеком я вот приступая к этому видео думал о чем рассказать о чем рассказать рассказать о трудолюбии я им на 8 марта где-то больше часа как-то в адрес женщин гагаузи не гагаузи а копчака это много теплых слов сказал но они не лишние повторить но сейчас я вот когда снимаю всегда не знаю как там чуть-чуть что ли там нам не дано предугадать как слова наши отзовется поэтому говоришь-говоришь думаешь а может быть о другом надо сказать на третьем вот там аварий что ли произошла трамвай там не может проехать интерес вообще-то это по какой-то вот и я всегда поражался тому как вот несмотря на то что такие сложные условия там у людей в этом селе они не опускают рук я в газете писал в одной в другой вечерней одессе писал у себя на родине и неизменно я там отмечал природные скажем оптимизм гагаузов они где-то при александр первым кажется в начале девятнадцатого века их переселили из-под варны переселили в эти края буджакские степи засушливые там жили до этого вот так называемые ногайские татары по сути жили нога и нога и народ тюрки жили там в этих местах и они конечно не занимались я так подозреваю виноградарством фрукты не выращивали может и овощи тоже они в основном степнике выращивали скот степной народ но гагаузы дивным образом сумели как-то эти места преобразить приложив старание неимоверный труд и и там я читал одно писателя там не буду говорить чтобы как сказать не испортить на общий тон повествование и там у него он пишет где то что где-то подарили работницы крестик написано молись и трудись они вот молились и трудились и вот у них храм в селе копчак много лет служил аура там замечательный заходишь и новый строится и вот водили нас показывать и турецкие братья ходили оказывается они там каким-то образом имеет отношение потому что мраморный завод поставлял и судя по тому как турецких братьев тепло принимали я так понял что очень даже ну выгодно выгодно скажем так это сотрудничает вот в плане сотрудничает в плане того что турецкие братья там может быть в качестве братской помощи безвозмездно может быть с большой долей скажем так скидок что ли они эти помогают православную народу единокровному тюркскому народу помогают строить новый храм мы там его видели снимали ну вот вообще-то у трамвай преимущество было а там грузовик заехал вот пребывая в этом селе я обращал внимание что я иду по улице и у меня даже как даже вот как я сидел в этом на садах а что люку замечательно казахского дедушки и он раз собрал всю родню и мне значит там во главе так стол не стол даст архан во главе и курант почитать там дал и когда я признался что как у родни себя чувствовал мне поправил вполне справедливо говорит нет у родни лучше чем у родни да действительно это если родное село родня и там как тебя встречает это не мудрено а когда едешь и они вроде как не родня а в то же время идешь по селу и видео снимаешь у нас вот могут где-то там даже дети иногда приезжаешь в родное село то в городе идешь положим снимаешь видео и дети кадр норовят попасть помахать руками кричат приветствует а в родном селе там снимаешь кричат не снимайте меня вот гагаузи идешь и там настолько все приветливые люди едут они мимо допустим снимаешь вот так вот снимаешь на улице и кто-то едет они останавливаются думают фотографируешь или что и расспрашивает и через несколько минут я вот как в одессе иногда на улице то торгует я подходил и с ними уже разговаривал с незнакомыми людьми через несколько минут такое ощущение как будто знаком не первый день и даже не первый месяц и вот здесь тоже самое они останавливаются здороваются разговаривают настолько просто гостям настолько открыты душой и без каких-то там скажем ну у каждого же человека есть свои особенности характера настроение разные допустим не совсем у него сегодня благоприятный день сложился но ты когда идешь и они могут с тобой поговорить от души искренне может даже я думаю и ощущаешь вот это вот добрый к себе отношение и это кстати хочу сказать на фоне того с какими трудностями они сталкиваются повседневной жизни вот сейчас немного социально бытовых проблем они все время как так когда разговариваешь у них вот больная тема этот стоимость газа они даже вот радовались тому что наконец им разрешили я помню в кишиневе несколько ночевал несколько раз разных местах и вот олег федорович наш замечательный друг он поселил на ночь как-то у родной сестры с мужем и с ее мужем сидели разговариваем коллега мой журналист оказался и он с таким облегчением поведал мне о том что им разрешение вот они зиму платили за газ и они выходят на весну на лето им разрешают вот в течение весны и лета погасить долги за газ за бытовой газ это конечно ну приводит в изумление то что у людей настолько над ними висит вот это домоклов меч цен на газ что они вынуждены экономить на многом беречь каждый там у нас лей а еще забыл уже как-то типа копейки что там лей 4 рубля российских было и вот они несмотря на сложные бытовые социальные условия они все равно не теряют природной доброты открытости к гостям и всегда от души всегда как говорится что в печи то на пол на на стол мечи вот типа этого они значит вот что в огороде я поражался сидит там доярка 40 лет проработала и она жаловалась что у него 2000 лей всего пенсии это 8000 российских рублей но при этом на столе у них там много зелени там благодатный край но без согласитесь без приложения труда как говорится без труда не вынесет рыбку из пруда без приложения труда там конечно ничего не добьешься сама по себе не растет если только чертополох какой-то там в огороде колючки всякие или вот это как у нас всю страну борщевик задавил да поэтому труд необходимо пахать надо это как одного спросили футболиста о секрете его успеха талант у вас талант спрашивает там журналист тот говорит ну талант на один процент она 99 процентов и шачить надо и шачить и вот если не оскорбит конечно гагауски брать это и вот это они по этому принципу живут потому что у нас татарские села тоже они знают что и шачить не будет ничего не будет приходится работать у нас в родном силе при брежневе позднем брежневе например среди как сказать ранее не не помню его а вот позднее помню и прибрежнее в общем то тоже вынуждены были скот пасти совхозный это очень трудное занятие многие бросали и вот у татар там не как-то двоюродный брат рассказал вот у одного там значит татарина там он чабан дети не хотели отказались госпасти и он тогда сказал по-татарски молбак собак массаж чайок шикарьев кума щек понимаете вот сейчас городскому скажи я сейчас переведу если не будете пасти скот не будет ни чая ни сахара не не хлеба ничего это знаете базовые продукты вроде да сейчас кажется у людей допустим картошка хлеб чай сахар и прочее молочко к чаю считается ну это так само собой разумеющееся а тогда нет не хочешь работать не получишь всего этого настолько сложные условия жизни были на селе если в которые даже село приезжали сатарстана по программе освоение целинных залежек земель рассчитывая что здесь жизнь лучше и судя потому что подавляющее большинство или все почти не уезжали говорит что действительно их устроил это эти условия а нас местных людей не устраивало особенных детей видите ли надо вкалывать оказывается так вот они все время вкалывают работают я когда приезжал дождик был и вот ливень такой и мне илья яковлевич велосипед достал 2 говорит поехали на кукурузной плантации а там значит им маленький территорий выделили и они выращивают свою кукурузу мы съездили честно говоря я вот в детстве мы видели у нас кукурузу выращивали нашем совхозе вот кто-то любил кукурузу мы могли в степи там полакомиться но у нас я не скажу по сравнению с татарстаном разумеется еще теплее солнце более горячие и кукуруза должна быть вкусной но у меня как то не было особого так скажем тяготение вот не было желание кукурузы полакомиться я не сильно так кукурузой люблю но когда сварили хозяева кукурузу их один початок мне предложили я я просто поразился насколько вкусно это кукуруза потому что там все-таки солнце много ну и в прикладывать немало усилий конечно когда вот я помню квартире снимали там из молдовы и ребята и оставили вот забуду забывай как надо когда надо оставили очень кукурузной муку они как-то его называют особо и я думал ну как продукт питания не выбрасывать грех как говорится да я решил сделать кашу из нее как раз вот мама лыга дома малый сделать и прекрасный мама лыга получился а потом я пошел в магазин и смотрю там написано кукурузной мука решил купить сварить небо и земля небо это мама лыга земля это вот это местная кукуруза вот там амалыгом из молдавской кукурузы вот у нас так качество к сожалению оставлять желать лучшего и я думаю что не надо все свалить на природу на природные условия благоприятные надо в какую-то роль уделять или как сказать отдавать должное трудолюбие народа возделывание у них веками и из поколения в поколение все передавалось как значит ту же кукурузу выращивать и они во многом преуспели если бы у них еще больше площадей было бы я думаю что они бы показали высший класс потому что когда я там у в примарии спускался там типа пол подвала там и помещение для отдыха видел там огромное это висит на стену ну какой там раньше вот на стену вешали подарили им типа у нас ну типа ковра что такое вышитые сколько лет там было совхозу или колхозу победа до совхоз или парад пардон колхоз миллионер вот я думал что если бы я знал во время учебы на журфаке университета что есть такая земля замечательно гагаузеры я бы поехал бы в их столицу и в газете там на попрактиковался бы и писал бы про этот колхоз жалко я не тогда не знал об этом так вот там висит вот такой панно панно какое-то вышитое что и колхоз побед там юбилей и он единственное уже рассказывал молдове которые пытались закрыть власти не удалось и она худо-бедно продолжает действовать но народ конечно из колхоза ушел мало осталось их там и трудятся они даже вот скажем там есть даже швейный филиал швейной фабрики они будут называть потому что я когда покупал этой фирмы футболки и мне казалось что это там в этой стране шьются кассы здесь шьются вот но мне даже любезность проявил директор фабрики ли кто там отвечает он я два коротких сюжета сделал интервью там о том как эта фабрика работает и все в основном трудолюбие людей важно трудолюбие вот это трудолюбие и гостелюбие вот у нас говорят гости приимны но надо какое-то видим слово все-таки нашим филологам все-таки гостелюбие вот этот гостю люби на наряду с трудолюбием это неизменные черты гагаузского народа но у меня тут время уходит я если что продолжу эту тему я с уважением отношусь к зрителям к их времени и чтобы как у нас говорят и срафить моска я они же не могут на полпути остановиться и забросить просмотр продолжим если что а пока спасибо за внимание я думаю у меня найдется о чем еще сказать про этот замечательный гагаузский народ широкой доброй душой спасибо за внимание всего доброго вторую часть смотрите если что